Продолжение следует... Я в писанной форме часто рассылаю какие-то материалы и буквально на днях понял, что стоит собраться уже в таком интернет-конференц-формате со своими коллегами, друзьями, партнерами, кто мог бы принять активное участие в нашем деле, в нашем проекте, о котором я буду рассказывать и хочу пригласить к тесному сотрудничеству. Чем больше мы вникаем в данный проект, тем больше мы понимаем, что у нас есть шанс его сделать качественно, его сделать неформально, сделать открыто, чтобы было польза для тех людей, для студентов с инвалидностью, ради которых мы сейчас активно много что делаем. Вот. И данный проект является серьезным поводом для объединения сил. Из истории вопроса. В прошлом году, это 3 октября, Министерство образования объявило конкурс на создание, пробацу модели, учебно-методического обеспечения студентов по программам высшего профессионального образования с различными нозологиями. Так получилось, не радоваться или плакать, не знаю, что мы выиграли этот грант, вот, и уже в прошлом году по заданию, госзаданию нам надо было разработать модель такого центра. Основная работа, безусловно, по апробации этой модели в этом году. Мы надеемся, что работа будет продолжаться и в следующем году, потому что стоит вопрос, в принципе, о внедрении. Мы пока проводим пилотажную такую работу, опытно-экспериментальную работу, может быть, даже в тщадящем таком режиме. И нам хочется, чтобы то, что мы будем делать, чтобы это стало делом каждого из нас. Мы не хотим ни в коем случае узурпировать, монополизировать и так далее. Мы хотим быть максимум открытыми, мы хотим, чтобы из того, что мы делаем, было максимум пользы, для кого вообще это предназначено, для студентов с инвалидностью. Ведь сегодня все больше молодых людей приходит в высшие учебные заведения. Естественно, что мы не всегда готовы к их образованию. Для этого требуются немалые материальные затраты и разработки новых образовательных технологий. Министерство образования доступно с образовательной середы. Для людей, с собой, включило в аферационные показатели, как и наличие и степень развития электронного образования и дистанционных образовательных технологий. Включиться нелегко, но реализовать эти условия для вузов сегодня очень сложно. Многие вузы сейчас активно интересуются и хотят развивать дистанционные технологии, электронное образование. Мы этим занимаемся 10 лет. Я знаю на своем опыте, насколько это тяжело учить в дистанционном формате. Если стремиться к качеству, то даже значительно тяжелее, чем студентов очной формы. Но выбора нет. Создана та же межведомственная рабочая группа, которая занимается еще с 12 года, с декабря 2012 года. Приказы министерства созданы, которые занимаются разработкой методологии, методик развития электронного образования, образовательных дистанционных технологий в России, в российских вузах. Потому что зарубежные вузы начинают перехватывать наших студентов своими подходами, своими технологиями, нередко бесплатными образовательными ресурсами. И многие вузы, безусловно, сейчас стремятся тоже к развитию дистанционных образовательных технологий. Пройдя путь, вот 10-летний путь, я скажу, что эта работа вообще не для слабонервных. Она требует очень больших усилий, интеллектуальных, энергетических усилий, и не только финансовых усилий, для того, чтобы наше образование на основе дистанционных технологий сделать качественным. Поэтому данный проект, который я хочу сегодня представить, рассказать, часть из наших коллег уже частично знакомы по предварительной переписке, может действительно стать очень важным, очень интересным этапом в развитии дистанционных образовательных технологий для тех вузов, которые этим активно интересуются. Честно говоря, сразу поставить систему дистанционного обучения вуза, это, как мне представляется, и, собственно, опыта хочу сказать, это практически невозможно. Нужно с чего-то начать, начать с каких-то маленьких шагов и двигаться вперед. Вот данный проект действительно может быть хорошей основой для освоения вузами, сперва может быть в таком щадящем режиме, когда мы объединяем наши силы, когда мы делимся технологиями и подходами, когда мы открыто обсуждаем те проблемы, которые возникают в дистанционном обучении, сперва на уровне обучения студентов с инвалидностью, это может быть очень хорошей основой, в принципе, для развития дистанционного образования в России. Вот, и поэтому я думаю, что такое сотрудничество может быть очень важным для многих вузов. Ведь, стоит вспомнить, многие инновации в системе образования пришли из коррекционной педагогики и психологии. Возьмем систему Марии Монте-Сори, Вальдорфскую педагогику, возьмем систему развивающей обучения имени Занкова и так далее. Все это шло от коррекционной педагоги и психологии. Поэтому наши начинания, наши работы в области обучения студентов с инвалидностью, действительно, может быть очень хорошей прелюдией для такого интенсивного и качественного развития дистанционного обучения в России. Сейчас я хочу в первой части своей презентации поделиться тем опытом в очень жатом виде дистанционного обучения, которые есть на нашем факультете. А в второй части презентации я буду уже больше обсуждать основные моменты нашего проекта. Я думаю, что если будет необходимость, я с радостью проведу отдельный такой вебинар по тому опыту, который имеется у нас. Он не идеальный, есть в нем и проблемы, и мы прекрасно видим свои недостатки, и нужно этот опыт развивать и совершенствовать. Но тем богаты, тем мы рады и готовы поделиться собственным 10-летним опытом дистанционного обучения. Сейчас я скажу некоторые важные моменты, которые для нас, для факультета дистанционного обучения, мы считаем очень важными, и они могут в какой-то степени определить реализацию проекта в госзадании Министерства образования. Поэтому сейчас я представлю в очень жатом виде, вот, а может быть, даже в воскресенье я попытаюсь всем вечера рассказать более подробно о тех технологиях и методиках, которые мы реализуем на собственном факультете. Более подробно с нашими технологиями, подходами можно познакомиться на данном сайте, где мы сейчас находимся. Это интернет-конференция, формат, который разработан нашим факультетом, и он находится на старом сайте нашего факультета. Здесь имеется... ...с другой стороны. ...много... ...технологии, это я для наших коллег, мы меньше пока общались, да, вот, если будет желание, можно посмотреть самостоятельно, а так я готов более подробно рассказать и представить наши технологии, тем более, если мы будем активно дружить, в рамках сетевого взаимодействия мы будем обмениваться нашими наработками и обязательно будем говорить о каких-то в развитии движениях или в режимах обучения. Есть новый сайт нашего факультета, фдомтппу.ру, на новом сайте мы пока особенно не размещаем каких-то учебно-методических материалов, мы здесь больше информационной линте, новостной линте, располагаем наши информационные сообщения, отражаем нашу жизнь, сейчас много разной информации по поводу нашего гранта, госзадания размещаем и так далее, поэтому, кто хочет, может следить за нашими новостями, там, как правило, вводится регистрация на некоторые мероприятия, ну и можно узнать о жизни нашего факультета. Вот как раз новостная лента, и здесь мы пытаемся часто публиковать наши различного рода анонсы в наших различных мероприятиях. Для разговора о проекте как раз сейчас кое-что скажу. Мы не являемся фанатиками дистанционного обучения, дистанционное обучение, оно перспективно, но каждый тип обучения, каждый вариант обучения, в том числе и традиционно, имеет свои достоинства, иметь и свои недостатки. Как только началось движение в сторону дистанционного обучения, нашлось немало людей, которые считали, что со всей России скоро будет электронное образование, дистанционное технологии, заменят всю нашу образовательную систему и так далее. Я думаю, что как традиционное, так и дистанционное обучение по две крайности. Вот, традиционное обучение имеет свои плюсы, но имеет и недостатки, потому что имеет управлять самостоятельной деятельностью студента. Вот, а дистанционное обучение настолько активно начинает развиваться, и ряд предприимчивых людей дистанционное обучение превратили чуть не легализованную форму в продаже дипломов. Дистанционное обучение крепит качественно другого подхода. Дистанционное обучение может поставить цену внимания студента. В традиционном обучении главной фигурой не столь студент, а сколько преподаватель, декан и так далее. И мы, честно признаюсь, с ним достаточно умеем управлять самостоятельной работой студента. А в основе все-таки должен быть студент. Когда немцы из Слененбургского университета, профессор Зилан, директор института психологии, из Слененбургского университета, приехав к нам в университет в гости, увидел расписание, большие такие расписания, да, он удивился, говорит, это что, это у вас тюрьма? Говорит, неужели похоже наше здание на тюрьму? Говорит, ну, такое ощущение, что вы держите своих студентов с утра до вечера, вот, и считаете, что ваши студенты чуть-чуть не преступники. Вы боитесь их выпустить, что, на улицу? Вот. Ну, а мягко говоря, говорит, а когда они учатся самостоятельно? Вы что, хотите обеспечить заработную плату своим преподавателям? Вот. Или все-таки вы хотите помогать развиваться студентам? Если приедете в Германию, вот, то вы не найдете таких расписаний, как у вас. Ну, и будучи в Берлине, несколько раз я заходил в Бумбольский университет, а потом в Соленебургский университет, и, действительно, я не видел таких больших портянок, расписаний, которые есть в нашем университете. Там строится обучение совершенно по-другому. Вот. И, на этот отдельный разговор, об этом я хочу сейчас говорить. Из личного опыта, из обучения наших студентов больше 10 лет, я убедился, что большинство студентов не могут учиться дистанционно. Наши студенты, пришедшие из школьной педагогики принуждения, не могут организовать собственную деятельность. У них не хватает мотивации к самообразованию. И кривую нормального распределения я привожу здесь случайно, по моим ощущениям, только вот где-то там 3-5 процентов, ну, может быть, 8 процентов, не больше, которые могут в достаточно высоком уровне самостоятельности работать по дистанционным технологиям. Вот. Есть те, которые абсолютно не могут работать, и есть те, которые требуют очень сильной психолого-педагогической поддержки, формирования мотивации и так далее. Вот. К сожалению, ряд вузов через тестирование превратило продажу. И мы абсолютно не обращаем на то, что многие студенты не могут самостоятельно учиться. Если их оставить наедине с учебной материальной, и с ними не работают, то ничего не получится. Это дельный разговор, сейчас не хочу об этом говорить, хочу сказать, что мы не фанатики дистанционного обучения, и мы видим много его изъянов, и наших студентов не способных учиться в таком формате, требует смешанного варианта, наилучший вариант смешанный, но это показывает, что вы должны очень внимательно изучать психолого-педагогические аспекты дистанционного обучения, методическое сопровождение, и многое другое. Мы этим уже занимаемся более 10 лет, и у нас есть большая группа студентов с инвалидностью. В 2006 году в правительстве Москвы на нашем университете была открыта программа дистанционного формата по обучению студентов с инвалидностью. В результате 10-летней работы нам удалось только по одному направлению, в психологии разработать и пособия, и видеокурсы лекций, и профилитические материалы. И это приходилось все делать на нашем факультете, и мы знаем цену этой всей работы, и знаем, насколько это нелегко. Я не буду подробно говорить о лекционных учебниках, в назывном порядке скажу, что мы почти 30 биолекционных учебников по психологии. Еще в 2003 году по заказу Министерства образования РУДН нас подключила к проекту создания 10 электронных учебников по психологии. По педагогической психологии я делал учебник, поэтому знаю не только на уровне управления этими процессами, но и внутри по созданию таких учебников. И так мы писали тексты, мы искали систему кипеш-ссылок, интернет-ресурсов, структуризацию материала в виде опорных конспектов, осуществляли книжки, список литературы, представляли развернутые видео, обложка книги, аннотации, введение содержательных книг, это же данное пасторе, чтобы студенты имели возможность получить полноценную информацию. Если встречаем фамилию ученого, то обязательно данное для этого учения, все персонали должны быть раскрыты. После каждой темы, не только резюме, но и слова, терминов, персоналик, и автоматинные материалы, которые необходимы для изучения, данной темы, вопросы для самопроверки, медиатека, ну и так далее и тому подобное. Система интерактивных заданий, мы научили в свое время делать 15 типов таких заданий, выбор одного из, это первый тип и самый простой, да, он нужен, но он самый, как я бы сказал, примитивный, на соответствие между понятиями и их определением, между учеными, их датами жизни, научными школами или произведениями, логические связи, структурно-логические схемы, этапов и так далее. Вот все это мы делали, и достаточно именем неплохой опыт. Но я скажу, что мы не применяем тестовые задания для итоговой оценки знаний по учебной дисциплине. Это мы применяем для промежуточного контроля, мы применяем для самопроверки. Мы считаем, что для итоговой тестации студента по учебной дисциплине, тестовые задания, они сужают требования, и не развивают речи, и тому подобное. Ну, электронная среда, многие из наших коллег, кто занимается дистанционным обучением, работают в Мудле, мы тоже работаем в Мудле, и как раз для нашего сетевого взаимодействия это оказалось очень хорошим вариантом, потому что нам легко экспортировать материал, обмениваться, и тому подобное. Мы знаем тогда методику и технологию работы в электронном технологии в Мудле. Вот, мы занимали сперва работу в коротсиметрской оболочке, оболочке, и сейчас мы работаем в Мудле. Дальше мы организуем телемосты зарубежными коллегами, даже была в свое время идея приглашать зарубежных специалистов для преподавания отдельных предметов, или параллельно с российскими специалистами, зарубежных специалистов, но, к сожалению, операционные показатели это затрудняют. Вот здесь был телемост из мюнстера по семейному консультированию в интернет-формате по проблемам семейного насилия. Мы транслируем основные занятия нашим студентам. У нас больше учатся 95 студентов с инвалидностью, больше половины это их с опорно-двигательными нарушениями. И для ли за основу принципа открытого университета израиля донести информацию до порога каждого студента. Вот. И все основные занятия мы транслируем домой. Они отличаются от обычных занятий, потому что студенты получают все необходимые материалы на DVD-дисках, это лекции, электронные учебники и так далее. Примерно там действуют 11 DVD-дисков и типа таки с технологиям. Нам это удобнее, потому что знаем, что у студента меньше проблем будет со скачиванием, когда есть видеокурсы, они достаточно объемные и заставлять скачивать или смотреть онлайн режим, я думаю, это не наилучший вариант, не у всех качественный интернет, технические возможности и так далее. И тогда занятие превращается не просто в чтение лекции, а консультацию студентов на основе имеющихся материалов. Вот в этой системе, где мы сегодня находимся, мы проводим вебинары, это наша разработка и мы готовы поделиться с нашими коллегами, партнерами, кто будет участвовать в нашем сетевом взаимодействии, мы хотели бы, чтобы в этой системе проводили учебные семинары, мы здесь будем много чего проводить, уже в этой системе три года мы работаем, она нам понравилась, уже получается неплохо, научились проводить учебные занятия, учебные занятия тоже более качественно проходят, чем в аудиториях, но мы этим опытом будем делиться, кто будет сотрудничать, мы будем как раз показывать, как можно использовать данные технологии для обучения студентов, потому что это достаточно, как нам представляется, неплохая система, если кто-то другой вариант, мы рады будем воспринимать любые предложения, любые подсказки, мы будем очень активно воспринимать и тоже вместе двигаться вперед, мы готовы открыть свои ресурсы, мы готовы поделиться нашими технологиями, но вот такая вебинарская система, где мы видим друг друга, нам представляется, что при обучении студентов инвалидность является очень важной, чтобы они могли видеть друг друга, могли общаться и так далее, бывает очень интересно следить за чатом, когда во время конференции, по воскресням, как мы делали, студенты пишут друг другу, Маша, я тебя так давно не видела, давай я соскучу, давайте мы после вебинара пообщаемся, ну и тому подобное, или кто-то заходит, привет, или извините, я вынужден уйти, ну и так далее, очень интересно, студенты общаются, они рады видеть друг друга, действительно, и нам, преподавателям, удобно работать, когда мы видим друг друга, но в этой системе у нас могут быть два, три вебинара и так далее, вот преподаватели наши уже к этому приучились, уже большинство умеет это делать, ну даже выходные дни у нас в этой системе проходят, и так 90 с лишним у нас студентов, больше половины это опорники, и ради них мы все это делаем, и мы убедились, что там можно учить качественно, студенты приобретают другие смыслы жизни, у них расширяется кругозор, они даже за год существенно меняются, мы очень много уделяем внимания социализации, я скажу, что я как декан не столь интересуюсь количеством концепций в их голове, не количество концепций определяет успех в их жизни, а блеск в глазах, и очень много важно заниматься социализацией, интеграцией в общество, надо, чтобы они становились еще более интересными, многие из них одаренные, одаренные в творческом плане, потому что это скорее конденсаторная функция, если кто-то не может активно придвигаться, на коляске придвигается, у него есть много времени следить за поведением других, наблюдать за жизнью, они более чувствительны ко многим вещам, которые мы торопимся, бегом-бегом, куда-то бежим, зачем бежим, нужно ли так бежать, так вот, студенты, у кого проблема передвижения, их больше есть времени и возможности созерцательно наблюдаться нашей жизнью, они более чувствительны, вот, и образование для них это действительно является реабилитационным средством, это очень сильное влияние может оказаться качественное образование, но оно обязательно должно иметь активный рост социализации, я бы даже не разделял, это две стороны одного медали, обучение и социализация, это воспитание, вот, но это отдельный разговор, сегодня об этом я хочу много говорить, и обращать внимание на то, что для нас социализация является принципиально важной, хотя в системе высшего образования на это никто особенно не обращает внимания, значительно проще и легче поставить преподавателя, как бы часы отсчитать, сделать вид, что они там чего-то сдали, а что с их судьбой, к чему они научились и кому они будут нужны после высшего образования, не всегда мы себе даем отчет и себя затрудняем этими вопросами. Я хочу откровенно сказать, что меня интересует именно их яркая личность, их блеск в глазах, концепции теории, если он чего-то не знает, он узнает, но если он будет неинтересным в этой жизни, он никому не будет нужен, с ним будет очень трудно, если у него затруднен контакт с обществом и так далее, то никакой работодатель не будет брать к себе работу, на работу, он должен быть 10 раз интереснее, чем наш студент точного отделения, который с голоду никогда не помрет, если захочет жить, найдет себе физическую работу, в данном случае. Наш студент с инвалидностью выпускник должен быть 10 раз интереснее, для того, чтобы найти место в профессиональном пространстве, тем более, сегодня становится все тяжелее и тяжелее, это стоит вопрос, а для чего учиться, если учиться, надо давать себе отчет, что надо решать вопрос их трудоустройства, это тоже одна из проблем для наших совместных обсуждений. ну, мы тоже делали телефон доверия. Но так получилось, что в 13 году, 3 марта, в университет приезжал Ливанов, наш министр, и он полчаса приходил на факультет с нашим ректором и провектором, и знакомый с дистанционными технологиями, то, как мы учим. В результате обсуждения он сказал, что нужно распространять опыт, нужно обобщать опыт, нужно интегрировать опыт многих вузов и тому подобное. После этого наш университет уже начал активно пролабатывать идею такого межрегионального создания сети межрегионального взаимодействия вузов учреждений высшего образования. Поэтому мы морально и содержательно к этому большому счету готовились еще 5 лет тому назад думали об этом. Для факультета это естественно новый виток в развитии. Ну и естественно грант по разработке апробации моделей такого центра для университета стал дальнейшим этапом в развитии наших подходов технологий и тот опыт который у нас на сегодня имеется в университете стал основой для дальнейшего движения вперед. Но двигаться одним это бессмысленно это неинтересно нам не нужен грант ради гранта чтобы там какие-то деньги получить и так далее не ради этого честно говоря когда мы работаем с людьми с инвалидностью не деньги стоят в первом плане а стоят то ради чего мы это делаем потому что если мы начнем глубже узнавать судьбу этих людей с какими проблемами не сталкиваться жизни то естественно наши проблемы на этом фоне это не проблемы и так далее поэтому целью данного проекта является обеспечение доступности повышения качества образования людей с инвалидностью потому что мы в одиночку вряд ли сможем быстро двигаться вперед из-за архитектурных сложностей наших зданий из-за неготовности учебно-методического обеспечения и так далее в нашем университете есть корпуса которые абсолютно не приспособлены для колясочника университета есть пять корпусов один из корпусов достаточно большой это нашей песенской надрежной естественно что эти здания не перестроят скорее всего уже их сносить может быть нужно будет из-за сити и тому подобное листы если их уже не поставите многие университеты находятся в таком положении и требуют что сейчас переоборудовать это невозможно следовательно мы должны менять наши технологии подходы и с помощью новых подходов технологий в том числе дистанционных технологий мы можем предоставить доступ возможностей для обучения людей с инвалидностью таким образом можно сформулировать несколько главных задач это в принципе самая главная задача это разработка методологии обучения людей с инвалидностью на уровне школьного образования сегодня имеется немало различных учреждений которые занимаются данной проблемой в РАО есть институт коррекционной педагогии психологии по последним изменениям там происходит существенное сокращение соединения и так далее но пока не долгое время проблематикой обучения детей с инвалидностью занимался этот институт и многие другие учреждения но никто специально не занимался разработкой методик методологии методики технологии обучения людей с инвалидностью да в нашей стране есть ряд вузов которые являются ведущими как Бауманский университет ну они обучают слабослышащих студентов одну категорию по своим профессиям вот тот опыт который у них есть он очень ценен но именно только для одной на залоге и по направлению большей степени технической специально технического направления по гуманитарному направлению значительно меньше да вот каких институтов больших ресурсных центров которые этим занимались тоже нет и когда вузы сейчас начинают обучать людей с инвалидностью человек приходит учиться они находятся наедине с этими студентами и им приходится изобретать велосипед они не понимают а что делать вот как быть а проблем то много разных а если человек еще пришел слабовидящий правильно и мы тоже проходили когда ко мне на факультет одно лето пришло пять слабовидящих студентов с проблемами серьезными проблемами зрения я вообще был в шоке я начал маму допытывать одного студента как он учился и так далее я побежал в государственную библиотеку для слепых побежал на факультет коррекционной педагогии психологии специальных педагогов психологии в нашем университете к специалистам думали как делать аудиоматериалы и тому подобное но больше меня опорники поэтому на факультете у нас учатся поэтому где-то легче нет проблем с уходом передвижения для этого движения в каких случаях дистанционные технологии являются незаменимыми но если придет незрячие у меня на факультете тоже есть несколько незрячих студентов и работать в конференции как мы сейчас для них очень трудно мы должны адаптироваться но ресурсов на этого не так и много вот а вузы которые у нас на факультете 95 студентов а где там 10 7 студентов да естественно что нет никаких ресурсов финансовых и других для того чтобы разрабатывать методологию обучения следовательно мы должны объединяться мы должны объединять наши ресурсы наши интеллектуальные ресурсы методические мы должны быть открыты то что мы делаем должно быть максимум доступно для всех людей кто занимается обучением людей с инвалидностью мы должны как можно больше давать для других мы даже на факультете взяли за основу принцип помогая другим помогаешь себе вот и это действительно при обучении людей с инвалидностью если мы хотим чтобы они быстрее социализировались и они были более востребованы у них модель поведения должна быть такая помогая другим помогаешь себе по большому счету работа над этой проблемой мы должны быть очень открытыми мы должны открывать все наши ресурсы методические рекомендации чтобы помогать для других кто пошел по пути оказать помощь для людей с инвалидностью поэтому разработка такой и системы и подходов и методологии является принципиально важным мы должны разрабатывать и думать что делать с нормативно-правовой базой нормативными документами на уровне федеральном на региональном на локальном уровне университетов вносить изменения в положения разное положение в организацию учебного процесса прохождения практики и тому подобное в одиночку эти проблемы решат очень трудно но допустим по новому порядку применения дистанционных можно даже вступительные экзамены сдавать дистанционно для людей с инвалидностью это принципиально важно на нашем факультете дистанционно хотели бы учитывать других регионов но они не могут приезжать сдавать вступительные экзамены и дорого и возможностей таких нет по сопровождению и тому подобное но каждому вузу сейчас сидеть и голову ломать а какой регламент сдачи вступительных естественно что вряд ли удастся решить эту задачу централизованно мы можем вместе многое сделать и министерству предложить какие-то документы вот необходимо создание единого какого портала где можем размещать все полезные ресурсы пилить информацию по различным аспектам обучения людей с инвалидностью в сфере высшего образования насколько я понимаю могу ошибаться вот такого единого портала нет вот и каждый потом запретает велосипед пытается где-то искать ресурсы и так далее зачем это делать нужно сделать один раз и дальше его развивать чтобы всем было удобно и полезно от этого естественно создание библиотеки научных методических материалов по вопросам применения различных средств электронных и технологий и тому подобное тоже это очень важно обмениваться и передавать друг к другу полезную информацию повышение квалификации преподавателей тоже одна из центральных проблем и сегодня должны очень много работать в области повышения квалификации профессорно-преподавательского состава но у нас недостаточно или практически нет таких программ повышения квалификации вот если есть каких-то вузов то они закрыты и недоступны для других я когда пытался на своем факультете искать для повышения квалификации наших преподавателей тоже столкнулся проблема о людей а кто может качественно представить информацию как учить в чем суть психологии человека с инвалидностью отличается психология с инвалидностью или нет условно здоровых а психология незрячего студента наверное свои особенности а как его учить и где найти таких хороших преподавателей которые бы на уровне высшего образования могли давать очень ценный материал я думаю что только копирируясь мы можем искать такие ресурсы делать соответствующие образовательные программы повышения квалификации и так далее нам надо объединяться в одиночку мы не решим даже в москве нам не легко найти таких людей по высшему по школьному более-менее есть можно найти это тоже полезно я и школу изучат опыт и мы можем действительно но когда 18 плюс вот и так далее вот как быть это тоже проблема непростая вот в области дистанционного обучения людей с инвалидом с различными назалом а как учить незрячего человека с помощью дистанционных технологий а можно ли его учить некоторые утверждают что нет нельзя и так далее может быть и можно но нужно очень сильно думать как адаптировать наши технологии в одиночку никто не решит эту задачу не хватит ни сил ни денег и ресурсов вместе мы можем сделать делать много да может быть не все и не сразу это естественно но надо двигаться в этом направлении вот ну и так далее нужно очень серьезные исследования хорошая практика строится только на хороших качественных исследованиях надо изучать личностные мотивационные особенность студентов с инвалидностью детско-родительские отношения которые или способствуют или мешают им учиться проблемы психологические проблемы их профессиональные мотивации и так далее вот есть много разных аспектов которые очень внимательно надо изучать вот вчера ко мне подошел наш выпускник который год там у нас закончил университет ему не 25 а ему уже 45 и он говорит desk открыто очень такой действительно здравомышленщик бы бронеж вы знаете нужно language сказать я не понимаю почему я не хочу работать я занимаюсь дома моя жена говорит занимается домашними делами и так далее. Говорит, ну я не парализован, я могу ходить, могу что-то делать, я не могу понять, почему я не могу, не хочу работать, что-то такое. Он сам открыто это говорит. Вот, я говорю, давайте вот встретимся, обсудим, для нас это очень важно понять и тому подобное. Нужно очень серьезное исследование, чтобы понять психологию людей для профессиональной деятельности, то это устроит. Это тоже отдельная проблема, которую нужно изучать в трудоустройстве. Я надеюсь, что совместные усилия мы много чего успеем сделать. Но исследования тоже совместно могут быть полезны. И на сайте, в рассылках я часто указывал несколько важных таких информационных сообщений, это по поводу сотрудничества, где мы можем определить возможные точки соприкосновения, цели, задачи и функции нашего центра, создаваемого. То есть, на новом сайте мы в новостной линке пытаемся размещаться, можно посмотреть и ознакомиться с более детальным описанием. Мы это будем дальше продолжать, поэтому следите за сайтом, безусловно, в рассылках мы тоже обязательно будем делать. Сейчас разрешите перейти к краткой аннотации нашего проекта. Я говорю нашего, потому что считаю, что это наш совместный проект. Это не проект МГТПУ. Это наша совместная задача понять, что мы можем сообщать делом, для того, чтобы молодые люди с инвалидностью могли учиться, качественно могли получать образование. Здесь мы не должны ставить кто главнее, кто важнее. Никаких дурацких соревнований и так далее. Мы должны быть максимум открыты, доброжелательны и наша задача, общая задача помочь людям с инвалидностью. А наши какие амбиции, какой был самый главный в этой истории и так далее. Я считаю, что это даже преступление так ставит при рассмотрении проблем образования людей с инвалидностью. Не дай Бог, кому-то из нас что-то произошло, что-то может произойти и кто-то может очутиться в рядах инвалидов. Пока мы здоровы, не всегда мы это ценим и не всегда мы это понимаем. И в жизни так бывает, когда лежишь на койке больницы, тогда начинаешь на жизнь смотреть очень по-другому. Я две недели лежал по сахарному диабету и на очень жесткой кровати. Я за две недели в жизни очень много чего понял. Но наши студенты с инвалидностью столько в жизни не страдали. И мои некоторые студенты находятся на лечении в Германии, присылают фотографии из больницы и рассказывают я с родителями много, общаюсь и рассказывают о той стороне жизни, которую я, как декан, как правило, не вижу. И я вижу, сколько у них разных проблем, о которых мы не догадываемся. Не дай Бог, чтобы кому из нас где соревноваться, кто главный в этом, это более чем глупо, это просто бесчеловечно. Окей. Значит, в 2014 году это два года это работа. В прошлом году, как вы видели, вообще было объявлено в конце года, но в жизни так бывает, что поделать, по крайней мере, хоть есть какой-то шанс важной работы. Вот. Мы за прошлый год должны были разработать модель такого центра и уже прописать первые шаги, какие первые мысли по внедрению этой модели. Но это было только на три недели. Смогли мы это сделали, мы готовы, естественно, будем эти материалы не делить, они требуют существенной доработки, осмысления. Мы делали бегом, сколько там было времени, вот, и как могли, так сделали. Это не идеал, наша задача сейчас понять, что можно улучшить, что надо улучшить и так далее. И вот в 2015 году у нас пять базовых направлений. Работа до 30 ноября, 30 ноября мы должны отчитаться перед министерством. Вот, по крайней мере, сейчас есть возможность хоть немножко подумать, но думать тоже очень мало. Что мы в прошлом году, я в двух словах, мы должны были проанализировать отечественный опыт дистанционное обучение студентов с УВЗа и 10 стран взят для изучения зарубежного опыта. Вот, при анализе зарубежного опыта нам очень поднимается тот вариант обучения, который существует в Японии, в университете в Цукубе, в Южной Корее такое есть, и даже в небольшом Финляндии 30 вузов объединили и делают систему открытого образования. В Японии все вузы, которые имеют программы обучения людей с инвалидностью объединились, и если студент поступает в такую ассоциацию вузов, то он может выбрать программу в определенном вузе, изучать отдельные предметы, перезачитываться и так далее. Это достаточно интересные варианты, которые нужно внимательно изучать, и у нас идея как раз взят за основу именно, может быть, и японский опыт двигаться в этом направлении. Нам надо было определить цели задачи, безусловно, центры, структуру, штатное расписание, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, требования к организации обучения, то есть эти все аспекты попытались прописать. Безусловно, что к этому штатному расписанию финансирования в сегодняшних условиях это крайне тяжело понять, как это может строиться с учетом подушевого финансирования, и поэтому то, что мы там написали, это далеко от реалий наших, и в этом году придется действительно по нему отрабатывать финансовую схему, какое должно быть финансирование людей с инвалидностью, их образование, какие коэффициенты должны быть, потому что те подходы, которые есть для здоровых при обучении людей с инвалидностью, невозможно, они требуют более пристального внимания, сопровождения, индивидуальных консультаций, технического сопровождения и тому подобное, должны быть специальные коэффициенты, которые имеются на уровне школьного образования, но на уровне высшего, и такие коэффициенты в некоторых вузах, не буду пока называть эти вузы, там даже указывается, что 3-4 раза больше, чем при дневной форме, а при очной форме обучения, образования должно финансироваться 3-4, больше, как 3-4, а еще не учитывается их социализация, то есть мы должны вместе продумывать, и как раз обща, мы можем больше решать эти задачи, а в одиночку мы вряд ли решим, и не пойдем в министерство отстаивать, а если это будет решение наше коллективное, хорошо продуманное, просчитанное, выверенное и так далее, нам легче будет решать вопросы и финансирование обучения студентов с инвалидностью. Какие задачи у нас стоят в этом году? Мы должны провести 5 практических семинаров всероссийского уровня, по 3 дня каждый семинар, и не менее 100 человек из 15 субъектов. Вот смотрите, то есть мы должны собираться практически каждый второй месяц на 3 дня. Это хороший повод для того, чтобы хорошая возможность изучить разные аспекты обучения людей с инвалидностью. Во время таких встреч мы должны обсуждать модель, которую мы прорабатываем и результаты сетевого взаимодействия. Мы имеем возможность изучить, пригласить хороших специалистов, ведущих специалистов, изучить опыт в других вузах, методические рекомендации прорабатывать, обозначить те проблемы, которые нас волнуют, и думать на их решениях, и так далее. То есть каждый второй месяц мы имеем такую возможность собираться. Заранее хочу сказать, что 26, 27, 28 февраля уже намечена такая встреча, Министерство образования обозначило тему инклюзивное образование в дистанционном обучении. В ближайшее время, на следующей неделе мы будем готовить информационные письма с поддержкой Министерства образования будет рассылка об этом и так далее, но уже это мероприятие включено в список мероприятий Министерства образования, депутат политики высшей школы. Так вот, у нас будет возможность серьезно собираться, обсуждать разные спекты обучения людей с инвалидностью готовить рекомендации, предложения и так далее. Безусловно, мы будем транслировать все это для того, чтобы люди из регионов, которые не могут приехать, могли смотреть трансляцию. Безусловно, все это будем делать видеозапись. Если будет возможность, мы всегда будем издавать сборники этих материалов. Наша задача в результате этого госзадания как можно больше издать материалов, которые были бы полезны для всех, кто занимается обучением людей с инвалидностью. Мы уже разработали физоматию, учебное пособие, первый вариант сделали для повышения квалификации, программу повышения квалификации. Безусловно, мы будем стремиться, чтобы это издать хоть небольшим тиражом, и чтобы эти материалы были доступны для наших всех коллег, друзей, кто пошел по этому очень важному пути. Мы будем рады, если наши коллеги, партнеры тоже предоставят не только на портал, но и на совместное издание. Нам надо как можно больше дать возможности пользоваться этими ресурсами, которые за этот период уже сделаны. Не должны мы их прятать, мы не должны говорить, что это наша интеллектуальная собственность. Они сделаны за государственные деньги, не за личные деньги, и они должны быть доступны для всех. Поэтому издать эти материалы, я считаю, в режиме нашего взаимодействия это принципиально важным направлением, чтобы они были доступны для всех. И мы будем стремиться в рамках нашего взаимодействия, в рамках этих семинаров собирать опыт инклюзивного образования, дистанционного образования, обучения разных на залоге, многие вузы делают свои сборники, проводят конференции, или проводят секции в рамках больших конференций по обучению, имеют большой интересный опыт, его надо тоже публиковать, систематизировать и сдавать, и дирекционное видео представлять, и так далее. Вот поэтому мы почти каждый второй месяц будем собираться на такие семинары, и так далее. Не исключено, что если какой-то вуз предложит свою площадку, ну допустим, кто занимается обучением студий, слабослышащих, и уже много лет этим занимается, имеет огромный опыт, то полезно встретиться на базе этого вуза, и изучить особенность обучения по данной нозологии студентов именно в данном вузе, кто только этим специализируется и занимается. Вот. Дальше следующее направление, что мы разрабатываем портал. Вот. Уже есть страница, уже есть адрес, мы уже поэтому на этом портале начинаем размещать материалы, во время всего госзадания будем постоянно наполнять, мы здесь приглашаем своих партнеров, друзей, будем, чтобы размещать методические рекомендации для преподавателей, для абитуриентов, для студентов, полезные ресурсы, для преподавателей методические рекомендации обучения студентов разных нозологий, нормативно-правовые аспекты обучения и так далее. То есть мне представляется, что этот портал должен быть деятищем совместной работы. На данном портале нам хочется, чтобы мы максимум выложили полезных материалов, которые для каждого из нас, кто занимается этой важной проблемой, он был бы полезен. Мы так и делаем первые шаги, только в несколько дней, как он уже открыт и вводится уже наполнение содержания. Здесь через эту систему будет монтировано электронное образование, модулы выхода для образования наших студентов по сетевому взаимодействию и так далее. Это будет площадка для и образовательной деятельности, и для информационно-справочных, методических ресурсов и тому подобное. Вот такую площадку мы создаем. Мы не считаем, что это площадка только нашего университета или факультета, мы считаем, что это наша совместная площадка, где мы можем действительно делиться друг с другом информацией и так далее. Дальше будет программа повышения квалификации педагогических работников и тому подобное. Мы должны по ТЗ 20 преподавателей сотрудников из 15 субъектов повысить квалификацию, но нас это не устраивает, мы хотим сделать больший максимум и выдать установление и так далее. Часть программы может реализовываться в большем варианте. Вот эти семинары, которые мы 5 семинаров по 3 дня, это тоже можно считать как повышением квалификации, еще каким повышением квалификации неформальным и в дистанционном формате, чтобы осваивать наши технологии подходы совместного обучения, тоже час будет, то есть в марте мы уже должны запустить такую программу повышения квалификации. Министерство образования будет тоже делать совместную рассылку, когда будет помогать, информационно сопровождать, вы получите информацию, безусловно, мы будем об этом говорить, когда сейчас решим некоторые другие важные задачи, скоро перейдем к уже созданию программы повышения квалификации, у нас есть и пособия, и соматия, и тесты, будем дорабатывать, будем подключать наших друзей, партнеров, у кого есть опыт, будем выяснивать, самых интересных людей, кто в этом больше понимает, кто разбирается, есть специалисты в специальной психологии, педагогики, которые всю жизнь посвятили этой проблематике, докторские диссертации написали, мы будем очень прислушиваться к ним и просить и лица собственного видения, понимания, мы будем за счет это формировать видеоархив, для того, чтобы всегда могли другие посмотреть и тому подобное. Ну вот, будет важная задача, разработка методических рекомендаций по внедрению. Уже в прошлом году первые мы штрихи делали, надо было разрабатывать методологию, методические рекомендации по внедрению моделей центра на уровне федерации и на уровне субъекта. Вот, это очень интересная задача, действительно, мы в течение этого года многие вещи можем понять, наши коллеги с УФИ даже предложили говорить о Мизялье сделать филиал большого консорсума в Ашинске. Мы хотим объединить наши ВУЗы тоже на уровне республики и так далее. В одиночку это тоже непросто. Ну, вот, будет очень интересно, если действительно попытаемся уже в течение этого года пытаться внедрить нашу модель или некоторую попытку модели сделать в каких-то регионах, да, и уже на живом реальном опыте прописывать те рекомендации и прорабатывать методологию внедрения. Нас интересует неформально, мы не хотим формально отчитываться на министерство, ну и так далее. Нам это абсолютно неинтересно, нам это хочется тем, чтобы не было стыдно за то, что мы делаем, и хочется, чтобы был результат, и чтобы этот результат был полезен для других. Нам не интересует этот отчет только для министерства, чтобы отчитаться и забыть, как страшное дело. Нет смысла тогда вообще обязываться и тратить свою энергию, силу и так далее. Мы должны быть максимум открыты, направлены на помощь друг к другу. Вот, то есть уже есть некоторые мысли по данному поводу. вот, ну и это самое большое и самое, наверное, сложное это будет, это пробаться модели центра через обучение студентов. Вот, это как бы последняя такая базовая задача, это создание сети сетевого взаимодействия, я говорю про Японию, про Южную Корею, вот здесь как раз тоже, скорее всего, будет некоторая попытка выстроить систему сетевого взаимодействия между вузами. О сетевом взаимодействии сейчас популярно говорить, много о этом говорят, но часто это сводится к учебно-методическому объединению, да, это обмен учебными материалами, учебными программами, разные вузы по определенному профилю, там, психопедагогическое образование, университеты, институты, сервисы объединяются в сетевое взаимодействие, но в плане методической помощи друг к другу, учебной помощи друг к другу, но не обучение. И, насколько я понимаю, в обучении таких аналогов нет, и, наверное, мы вместе будем первопроходцами в этом направлении, будем пытаться понять, как организовать сетевое взаимодействие. Несмотря, что в ТСЗ слово сетевое вообще отсутствует, мы по характеру задания понимаем, что это действительно должно быть сетевое взаимодействие, это слово мы употребляем и пытаемся понять, как строить методологию, методику и технологию сетевого взаимодействия. Согласно ТСЗ, мы должны учить не менее 75 студентов из 15 субъектов и не менее 6 месяцев и по нескольким образовательным программам. То есть, мы психологию разрабатывали и где-то мы здесь уже чего-то успели достичь неплохих успехов, но мы не только должны, мы должны взять и другие образовательные программы для ВТО для студентов. Поэтому мы начали активно продумывать идею консорств сумовузов. Нам естественно сказали, что такого слова в гражданском кодексе нет. Хотя идея консорсум она звучит красиво и мы как-то употребляем, но после прав юристами предварительного проекта соглашения консорсума они нам слово консорсум вычислили. Вот такого понятия в гражданском кодексе нет. Но пока будем рабочие понятия использовать сетевое взаимодействие и тому подобное. мы хотим создать на основе объединения вузов наш центр федерального уровня может быть, где мы объединяем наши ресурсы, наши подходы. Здесь как раз мы заложили сетевое взаимодействие в модель нашего центра. в центре это вузы и центр федерального уровня. По налогу можно потом в регионах это дело, потому что в одиночку вузы не смогут справиться с этими задачами. мы предусматриваем как раз одни этих вузов. Естественно, что это взаимодействие должно стоиться на ряде таких принципов, как согласованности действий, принцип взаимодополняемости, то есть один развивает дистанционное обучение по психологии, другой вуз развивает по экономике, респруденции и так далее. Безусловно, мы должны не отходить от теории, мы должны вникать теорию. Есть люди, которые уже немало достигли в области электронной педагогики сетевого обучения Наркова из Санкт-Петербургского университета, кажется, Герсонского университета. Я видел ряд монографий целое направление школы развивается в Питере по психологии и педагогии сетевого взаимодействия. Естественно, что это надо вникать, надо пытаться понять, как это сделать и так далее. Субъектами являются не только наши студенты с инвалидностью вуза, это и преподаватели, тьютеры, это родители, по поводу родителей вообще отдельно писем. Это ООИ, ВОЗ, общественные организации, это оттуда работодатели и так далее. мы должны понять наше взаимодействие. Когда мы сделали первый выпуск студентов с ОВЗ и стал вопросик трудоустройства, начал глубоко задумываться, кому оно нужно на рынке труда, что-то мне сказал Доня Занимирович, наши родители не все хотят, чтобы они работали. И вот я тогда понял, что я очень пропустил важный этап работы, это работа с родителями. И с кем бы ни говорю, много первая проблема при обучении студентов с ОВЗ это проблема работы с родителями. И чем больше работ , тем больше убеждаются о такой необходимости. Следовательно, с работодателями мы должны понять схему взаимодействия с разными структурами, с разными организациями и так далее, для того, чтобы обеспечить доступность и повышать качество дистанционного обучения. Если ВУЗы входят в нашу кооперацию, в нашу ассоциацию, нам легче не только повышать качество, но и нам контролировать качество. Правильно, мы можем сообщать, обсуждать все проблемы и это может быть гарантом обеспечения качества обучения. Я пропущу здесь материалы, которые мы делали по гранту, по первому этапу. Если посмотрите с общих положений, то такая структура, как учебно-методический центр или консорция, может создаваться как структурное потребление ВУЗа. Допустим, в данном случае мы делаем на факультете дистанционного обучения, потому что имеем опыт обучения, реальные студенты и даже когда есть свои студенты. Это как вариант клиники. Лучше всего, когда есть свои студенты, на них проводится обучение, мы понимаем трудности и проблемы, мы рефлексируем все это, мы анализируем, мы готовим кадры на этой базе, допустим, повышение квалификации, потому что мы чувствуем все эти проблемы. Мы пишем пособия, рекомендации и тому подобное. Поэтому лучше взять структурное подразделение ВУЗа, которое осуществляет обучение, и делать если такой центр на региональном уровне. Мы анализировали опыт, я говорю, российские и зарубежные, есть несколько набросов, их требует дальше осмысления и так далее. Я говорю, что еще есть программа межведомственной рабочей группы по развитию электронного обучения, и, естественно, то, что мы будем делать, мы можем туда вписывать в рамках развития электронного образования в России. Мы начали уже искать ВУЗы, с кем мы будем сотрудничать, и я сейчас скоро перейду уже к более детальному описанию сетевого взаимодействия. Это базовая задача, которую нам хочется вместе решать. Это вторая сейчас уже будет презентация, что мы уже успели сделать, и чем мы сейчас живем. Сейчас это главная задача, главная задача, по созданию такого сетевого взаимодействия. ноу-хау. Этого, насколько я знаю, такого пока нет. И, естественно, многое зависит от совместных усилий. Если есть какие-то вопросы с того, что я уже наговорил, я готов ответить на вопросы, перейти ко второй презентации, если есть, специально сделал две части, чтобы перейти ко второй уже, может быть, после каких-то вопросов. Если есть, для того, чтобы задать вопрос, можно нажать на символ поднятой руки. Презентацию я вышлю для участников, кто сегодня здесь, на объемном, может быть, в конце мне напомните, можно ввести файл обмен и можно послать презентацию и можете сразу сохранить у себя. Если нет вопросов, то я с вашего позволения перейду ко второй части, мы потом можем ставить время для обсуждения и так далее. Главная задача у нас сейчас построить систему нашего взаимодействия сейчас загружается презентация чего-то наскачет не понимаю почему сейчас окей сейчас попробую значит одна из фазовых задач сейчас я попробую что-то она становится очень управляемой пока идет загрузка хорошо загрузится тогда может быть нормализуется то есть у нас есть возможность в течение вот этого года примерно да попытаться понять как можно нам объединить наши силы для совместного обучения еще напомню что это никто как мне представлять я могу не знать не делал вот мы делаем первые шаги естественно много чего не знаем больше вопросов вообще чем ответов вот и мы понимаем что только совместными усилиями мы можем понять как делать скорее мы много поймем только в конце когда пройдем этот путь наверное надо пройти делать немало ошибок но лучше делать чем не делать и сидеть и ждать вот и фантазировать вот ну кто ищет тот находит это мой принцип я считаю что нам удастся это сделать главное двигаться в этом направлении пытаться понять как это сделать вот то есть попробовать этой модели мы начали думать как стоит взаимодействие и у нас пока вырисовывается несколько моделей такого возможного взаимодействия если вузы подключаются к совместной работе первой и скорее такой пока на этом году будет массовым явлением наибольшим наиболее развитым явлением это когда студенты с разных вузов могут подключаться к отдельным дисциплинам из первого второго блока наших программ обучения это как правило студенты первого курса в большей степени но еще часть студентов второго курса во многих наших планов совпадают такие предметы как философия социология педагогика логика педагогия и ряд других предметов правда сейчас и свобода выбора немножко это осложняет но по крайней мере многие придерживаются этих дисциплин и мы можем подключать студентов многих вузов к изучению этих дисциплин допустим у нас мы больше чего-то понимаем в психологии можем вести читать что можно послушаться у него великолепный видеокурс лекции он увлеченный дистанционным обучением вот классно пусть история отечества он преподает вот смотрите мы начнем отрабатывать методологию открытого образования что ведущие хорошие преподаватели разных вузов будут вести на совместной площадке вот эти предметы которые наши студенты изучают по образовательным программам но у меня допустим нет хорошего логика все числи с эфициционным показателем поубирали всех внешних в дистанционном формате всегда было легче найти внешних хороших авторов учебников и мы этим пользовались но к сожалению эфициционные показатели все это осложняет решение этих вопросов а вот сообща я думаю естественно суде придется решать много на уровне министерства с эфициционными показателями и так далее но посмотрите какая хорошая идея правильно мы объединяемся мы выбираем преподавателей наилучших по тем предметам которые интересны для студентов которые увлечены своим делом у кого глаза блестят если мы хотим чтобы блестили глаза наших студентов преподаватели должны быть не зануды они должны быть интересны у них глаза должны блестеть вот в одном вузе по всем предметам собрать это не такая простая задача вот мы можем как раз сделать такое сетевое взаимодействие и преподавателей кроме того повлекая преподавателей разных вузов мы у них повышаем компетентность в области дистанционных технологий они могут быть первопроходцами или они могут быть дальше хорошими сторонниками дистанционного обучения они могут продвигать вузы дистанционной технологии нужно сильное ядро вузе кто будет продвигать дистанционное обучение я напоминаю что они фанатик дистанционного обучения но в хорошем смысле грамотно делать дистанционные технологии могут очень существенно изменить наше образование так вот если мы разных преподавателей здесь включаем сетевое взаимодействие мы обсуждаем технологии методики обучения мы делимся нашими технологиями и так далее предоставляем какие возможности они в этом вузе в своем вузе действительно будут дальше продвигать и могут быть как раз научными руководителями консультантами по разработке дистанционных курсов программ то есть в рамках консорциума в рамках этого взаимодействия мы через дело не через сказки рассказы всякие а именно через преподавание развиваем компетентность наших преподавателей и они могут увидеть очень много полезных нюансов так вот сейчас многие вузы с кем мы уже начинаем обсуждать сетевое взаимодействие там где-то же не дистанционных технологий они хотят ну северно-мактический университет нам говорит вот мы очень хотим развивать дистанционные технологии нас большая группа людей с инвалидами возьмете ли нас мы говорим великолепно но не важно что в вашем вузе нет ваши студенты подключат изучение вот этих дисциплин вот преподаватели которые преподают если они хотят может тоже наблюдать когда подключаться вот мы можем наиболее заинтересованных обучать этим технологиям и их подключать допустим к нашему преподавателю да там могут два преподавателя и таким образом за полгода вуз может приобрести очень хороший опыт дистанционного обучения без чего-то надо начать все дети мечтают о дистанционном обучении ну мечтать не вредно но надо что-то делать так вот большая группа наших студентов могут учиться из первых и вторых курсов именно по этой модели изучая общие предметы да здесь есть много вопросов как за счет экзамены сдавать да как их признавать результаты ну для этого у нас эксперимент чтобы обсуждать все эти вопросы и делать предложения для министерства образования да здесь много нерешенных вопросов да разные у нас подходы разные у нас студенты даже мы уже столкнулись что разные программы показать магистратура разные формы обучения у кого-то очная у кого-то заочная у кого-то вечерняя да естественно уже возникает проблема если студент очный а при вечерней форме или заочной это идет или вечерняя вечерняя у нас практически все занятия идут 6 до 9 по московскому времени вот ну еще немножко занятий для студентов с инвалидностью дневное время потому что нам не хватает вечернего времени вот то есть у нас возникает проблема согласования дальше мы должны форма отчетности у кого за счет у кого экзамен да промежуточный контроль в каком формате тест и так далее итоговый контроль да по учебной дисциплине называется сейчас промежуточным ну скажем так итоговый по учебной дисциплине да вот в каком формате будем мы видеотестов не приветствуем вот мы приветствуем пустное выступление контакт с преподавателем у некоторых вузов в заочной форме там две недели учится больше и потом возвращается домой опять учится две недели да когда стоит обучение есть бакаляк есть магистратура вот здесь много разных вопросов у нас есть возможность сейчас очень много что понятно с чем еще толкнулись компетенции берем предмет культурология или социология или информатика да вот у нас компетенции могут отличаться исходя из профиля подготовки специалистов следовательно мы должны думать о унификации наших программ следовательно в результате мы начнем понять если мы хотим вместе учить следовательно мы должны заранее согласовывать наши учебные программы формы отчетности уровня образования ну и так далее формы обучения ну и тому подобное сейчас у нас такой маленький хаос да потому что у нас не было такой возможности задачи унифицировать но во время этой работы мы очень много поймем у нас и пока щадящий режим да мы можем очень много экспериментировать и без очень больших обязательств да наше желание сделать качественным образованием но мы во время этого можем очень много чего пытаться экспериментировать другая модель это уже скорее для студентов третьего курса тогда они изучают общепрофессиональные дисциплины и вуз может на нашей общей платформе перевести ряд предметов и вести свои занятия для своих студентов по общим технологиям это очень полезно потому что мы эти преподаватели тоже развиваются они осваивают новые технологии и тому подобное если в одиночку там вузу пытаться это строить это будет не так легко поэтому вторая модель да она сейчас не будет массовыми это техническом случае и мы будем рады если кто-то предложит есть некоторые мысли сейчас скоро скажу в этом формате когда уже отдельные образовательные программы студенты осваивают кроме того если какой-то вуз предлагает к нам допустим психологию мы можем взять и на 3 и 4 курс по нашим дисциплинам которые у нас совпадают студентов из других вузов и они могут подключаться к нашим занятиям вебинарам и другим мероприятиям и так далее то вот другой вуз который усилен в других направлениях он может к себе подсоединить по своим направлениям других студентов студентов других вузов ну у нас кто вырисовывается в нашем университете есть ряд факультетов которые учат студентов с инвалидами мы не одни есть факультет информационных технологий там очень сильная программа и правда не в дистанционном формате для обучения незрячих студентов по ИКТ по информационным технологиям факультет консультативно-клинической психологии очень сильная факультет туда тоже приходят люди незрячие с инвалидностью и так далее и колледж ну правда колледж уже закрывается вот мы учим студентов из Москвы у нас 70 из области по большому счету чуть по одному у нас Ростовский область Вадимирская и так далее то есть мы где-то там 10-11 регионов из 15 субъектов по кирам своими студентами вот очень интересный гус Вадимирский гус университет есть цель профессионального образования инвалидов это еще цель дистанционного обружения две структуры этим занимаются вот Игорь Николаевич Егоров доктор технических наук очень увлеченный человек он руководитель центра профессионального образования он закончил Бауманский университет и тоже работает по аналогичным технологиям как и Бауманский университет и 130 или больше уже студентов которые с проблемами слуха они изучают не только на уровне пока врията но на уровне магистратуры вот и тот опыт который есть он очень ценен мы после сдачи отчета за прошлый год сразу поехали к ним на знакомство в этот ректор здесь как раз встречались с ректором и так далее и уже провели там переговоры с проектором по учебной работе провели огромный интерес потому что это действительно это совместное продвижение вперед мы объединяем наши ресурсы разные ресурсы а прежде всего это нашу компетентность ресурсы мы быстрее двигаемся вперед где-то я знаю по своему факультету мы двигались двигались наладили систему и где-то немножко успокоились вот и так далее но какая-то инерция пошла так наверное и в других университетах при совместном обсуждении мы можем двигаться вперед вот мы встретили студентов с проблемами слуха это очень трудолюбивые очень мотивированные студенты очень интересные ну и Уральский федеральный университет Ельцина тоже изъявил желание участвовать в этом директор института дистанционного обучения перетеков активно занимается ежегодная конференция у них проводится и так далее у нас очень интересные планы с Южноуральским курсом университета директора института Дюмина Александр Алексеевич вот он во все конференция ведет как они интересуют обучение людей с инвалидностью и они предлагают три программы экономика в дистанционном формате у них разработана юриспруденция программы и план и менеджмент вот это тоже очень интересно и мы как раз здесь будут студенты инклюзивного варианта в одной группе есть три студента с инвалидностью людей семь без инвалидности коммерческих студентов он говорит я готов передаться условно 10 студентов но чтобы они вместе учились и так далее вот ну и этот университет предлагает третий год обучения это уже общепрофессиональная дисциплина чтобы студенты изучали их университета на общей платформе с их преподаванием с преподавателями Южноуральского университета то есть тогда кстати когда мы с Владимирским университетом обсуждали у них даже возникла очень интересная идея у них давно было между техническими вузами идея сетевого взаимодействия это в Тушкин надсибирский государственный технический университет ажобаманский университет Владимирский еще какие-то партнеры и они хотели сделать сетевое взаимодействие между этими вузами давайте в рамках большого нашего консорсума вы делаете свое маленькое сетевое взаимодействие делитесь с ресурсами объединяйтесь из платформы разрабатываем вместе методологию и так далее и вы выстраиваете отношения между вузами которые технически развиваются там активно развиваются образовательные программы по автоматизации технологических процессов это не гумн это тоже очень интересно приобрести опыт образования студентов по данным технологиям программ вот южноуральский университет менеджмент экономик университета предлагает к нам когда приходят студенты говорят а мы не хотим только психологию изучать а мы бы хотели может быть экономику изучать расскажите вуз который может качественно учить дистанционно ну вот есть у нас такое намерение и у них будет и первая модель нашего взаимодействия когда будут отдельные предметы и вторая модель когда студенты третьего курса будут изучать кто-то если других вузов захочет подключиться к экономике республиканции по их предметам тоже такой шанс такая возможность есть огромный опыт имеется в Челябинском госуниверситете это один из самых авторитетных вузов по обучению людей с инвалидностью больше 20 лет региональный центр здесь активно работает развивает и методологи разрабатывает и есть чему поучиться вот профессор доктор наук Мартина Александр который еще в 2005 году написал докторскую диссертацию непрерывности профессионального образования и так далее являясь научным руководителем вот и есть региональный центр и сайт тоже дистанционного обучения можете ознакомиться 21 ноября была всероссийская конференция очень интересно она прошла и была возможность встретиться с интересными людьми познакомиться вот наша маленькая мафия наши ассоциации и так далее но вот северно-эктический федеральный университет у них больше по психологии педагогии потому что этим занимается институт педагогики и психологии в основном вот мы тоже сейчас обсуждаем возможно плюс здесь нет перечисления у меня это есть южные федеральные у нас мы уже с Ростова который сейчас активно подключается из Уфы тоже если я уже говорил о создании условно филиала большого консорциума запад 12 дня проводим видеосвязь с вузами из республики Башкортостан и обсуждаем возможно направление нашего сотрудничества ну Санкт-Петербургский там у нас есть представитель Шабарии которая искренне хочет помочь и активно развивает. Вот она представляла Саратовский госуниверситет. И Анастасия Сергеевна сегодня здесь. Я вижу, вот Наталья Сергеевна очень активно заинтересована. И мы видим искренне все желания и так далее. Мы очень рады нашему сотрудничеству. Вот так. Вот такие есть нашими нижегородскими университетами. У них есть большая группа незрячих. Но мы в Санкт-Петербурге, которым руководит Рощина Марина Александровна, мы поедем изучать этот опыт. И обязательно будем внедрять наработки и так далее для обучения. Мы сами будем себе любез устраивать, учиться. Прежде всего, сами учиться, потому что по назологиям мы не особенно продвинуты. Мало чего знаем. Нужно самообразованием заниматься. Вот мы поедем туда изучать и при наличии возможности пригласим Марину Александровну поделиться и опытом, и технологией, и методикой обучения незрячим. Северо-восточный – это Якутск. Но у нас большая разница по времени с Якутском. Поэтому вот здесь одна из сложностей нашего взаимодействия. Ну, ряд вузов сейчас с Калининградским госуниверситетом сегодня мы вели переговоры и так далее. Сейчас сложностей, что мы должны до 1 февраля завершить формирование и уже группы студентов сетевого взаимодействия утвердить все списки, все субъекты. И, к сожалению, уже на такое сетевое взаимодействие дальше времени формировать группы не будет. У нас уже остается не больше недели для того, чтобы окончательно сформировать группу. Поэтому и пользуясь возможностью, хочу, как раз сказать, если у кого есть большое желание, так включиться в это сетевое взаимодействие. Я просто это сделаю побыстрее, потому что потом можно будет отвечать на уже другом формате, но не в рамках уже такого сетевого взаимодействия, потому что все должно быть утверждено до начала учебного процесса. Начало учебного уже с февраля, там, начале февраля начинается. И мы уже будем, после утверждения списка студентов, естественно, уже мы не сможем включать этот список. Кроме вот этой программы, уже образовательной программы в замках сетевого взаимодействия, мы очень много внимания хотим уделить пропедетическим дисциплинам, пропедетике. Это полезно для всех, здесь могут включаться все желающие, здесь это не входит в госзадание, мы никаких отчетов по этому не должны делать. Мы при обучении собственных студентов поняли уже давно, что надо учить, учиться наших студентов, не того, что они лентяи и так далее. Я исхожу из этого как педагог прежде всего, понимаю, что есть проблемы в познавательной деятельности, у ряда студентов после надобного обучения не хватает. И познавательных способностей надо развивать и образовательные знания, поэтому мы на факультете уже несколько лет над этим работами даже включили в учебный план дисциплины ведением дистанционного обучения. Потом пошли дальше, сделали программу абитуриент, но когда студент приходит, мы очень много обсуждаем особенности дистанционного обучения. Технологии, методики самоорганизации, это одна из базовых проблем, то, что многие могут учиться до низкого уровня самоорганизации. Как работать с учебной информацией, это является в нашем учебном плане дисциплиной. Мы хотели делиться опытом и включить для всех желающих, вне зависимости от степени участия студентов в сфере взаимодействия. Здесь можно подключать, как я считаю, всех желающих, которые не учатся, не будут учиться в нашем сфере, мы пока не нашли варианта, или мы опоздали, или что-то. Туда можно войти в любой момент, принимать участие, можно уйти даже не попрощавшись и так далее. Мы считаем, что этого хуже не будет, если мы будем учить студентов учиться. И мы разрабатываем эти курсы, потом мы хотим опубликовать все эти материалы. У нас есть первый такой опыт, он не прописан детально. Сейчас есть повод все это оформить в виде дополнительных программ образования, методически все. И мы можем это прописать, тем более заниматься. И скоро наступит время, когда уже обязательно в порядке мы должны будем это делать. И мы можем предвести немалый опыт такой работы. Поэтому для наших студентов, с кем мы будем дружить, или кому не безразличны наши идеи, мы будем организовать ряд таких в свободное время, это скорее в воскресенье будет, да, именно мероприятий пропедитического, учить учиться. Но один из блоков по самоорганизации у нас будет введение в дистанционное обучение, обсуждение за и против трудностей, которые возникают в дистанционном обучении. Студент должен осознавать и понимать те технологии, которые применяются в его образовании, это повышать их мотивацию и так далее. Мы это пытаемся делать, кое-что получается, кое-что не получается. Но пока нет, хуже этого точно нет. Вот, даже такой тренинг начали учиться, естественно. Вот, даже по запоминанию информацию уже провели первую такую встречу. Будем и дальше продолжать в этом направлении. Наша коллега из США, штат Бельжиния, которой 15 лет работает в США, учит американских студентов на своей дистанционной технологии. Вот, она в будущем хочет вообще делать очень дистанционный курс для наших студентов, история по культурологии. Она занимается американскими студентами по истории искусства. Вот, она предложила идею обучения студентов конспектировать. Мы на это не всегда обращаем внимание. При электронном образовании студенты работы электронной информации не любят конспектировать. Мы тоже не знаем, что делать. Они любят только секрами читать тексты, но психологические закономерности, запоминания информации вообще никто не снял. И при электронном образовании они не остаются, а когда мы их игнорируем, результат страдает. Поэтому, как конспектировать и так далее, это ее самая любимая тема. Она согласилась в начале февраля провести для наших студентов, наших студентов, нашей ассоциации, нашего консорсума и не только для всех желающих. Здесь мы максимум открыты. Здесь никаких отчетов мы никому не даем и никакие списки не утверждаем. Здесь всех желающих будем рады подключить к этому. Поэтому мы будем рады, если кто-то предложит своих преподавателей и так далее. Мы тоже сейчас под идеей нашего седевого взаимодействия делим людям всех наших друзей, с кем-то мы что-то отрабатывали за эти три года, да, и пытаемся выйти на новый уровень уже для консорсума, для седевого взаимодействия. Будем рады, если кто-то предложит свои наработки и так далее. У нас есть идея, мы этим тоже уже несколько лет занимаемся, блок для наших студентов под названием «Психический здоровье». Ну, естественно, люди с инвалидностью требуют более пристального внимания, они более чувствительны в этом плане. И мы уже несколько лет по воскресеньям проводим такие приглашения не только студентов, но и партнеров, друзей. Кого интересует проблема психического здоровья, такие открытые вебинары вот в этой системе, и мы обсуждаем разные вопросы. Сейчас мы уже в этом году запланируем эмоциональное выгорание для нас, как социальных работников, педагогов, психологов. Это очень важно, тем более работают с людьми с инвалидностью, которые требуют повышенного внимания, вот, больше отдачи, неформального отношения к ним и так далее. Мы более включены в их жизнь. Естественно, что 5 лет надо тоже не проходит, вот, и как сохранить собственное здоровье и тому подобное. Вот у нас, может быть, цепь таких встреч. У нас великолепный преподаватель, специалист по поведению, зависимому поведению. Это Барцалкина Виктория Васильевна. Она интернет-провисима, сосматривает алкогольный, наркотический, другие зависимости. Это очень актуальная тема. Сегодня и мы тоже в этом году хотим делать несколько встреч с ней по этой проблеме. Очень увлеченный человек. Конфликты в нашей жизни. Да, там, почему возникают, как преодолеть эти конфликты, где мы сами виноваты создаем конфликты, как выйти из конфликта, если кто-то нас провоцирует. Ну и тому подобное. Это тоже очень интересная тема, которую тоже обсуждать и так далее. Наш любимый преподаватель, Тинцова Мария Антоновна, активно развивает и пишет доктор, сколько жизнестойкостей. Сегодня это не только для нас, кажется, актуально, но и для студентов с инвалидностью, особенно актуально. Вот. И мы тоже уже проводили ряд таких встреч с ней. Она является преподавателем нашей кафедры. И мы хотим предложить эту тему для всех наших коллег, студентов, преподавателей, ну и так далее. В рамках повышения квалификации преподавателя мы эти темы тоже будем рассматривать. Но, скорее, уже в плане преподавания, в плане использования этих знаний в работе со студентами. Мы уже два года активно занимаемся развитием речи у студентов. У нас есть друг, доктор психологических наук, Шлыкова Наталья Борисовна, которая доктор, что писала для студентов с УВЗ. Мы прекрасно понимаем, что их социализация и интеграция очень зависят от степени развития речи. Вот. Этим надо заниматься специально, надо учить говорить. Из-за того, что у них более узкий круг друзей, возник, там, до поступления по крайней мере в УЗ, да, меньше контактов, они меньше общаются. И, естественно, степень развития речи желает лучшего. Мы пытаемся что-то делать, не все так получается. Мы вот как хотели бы, да, не всегда эти студенты понимают важность. Но вот это развитие речи мы хотели проект предложить для всех. Следующая интересная идея – это английский язык для общения. Здесь мне повезло. Мой бывший аспирант, он уже закончил, защитил диссертацию. Ставь из Пангладеша, англоговорящий. Работал в американском центре английского языка. Вот пять лет. Вот мы два года проводили такие занятия с нашими студентами, с УВЗ. Бюджетными студентами. Это идея, которая объединяет всех. И это очень великолепно. Разговорный английский язык. Естественно, что все это бесплатно. Былитные расходы потом за счет гранта. И мы будем предлагать для сленок нашего консорства, для студентов, ну, прежде всего, сетевого взаимодействия. Потому что вот он вебинаре проводит, как вот мы здесь. Здесь слишком большое количество, не лучший вариант. Некоторое ограниченное количество. Вот два года мы со своими студентами уже так работали. Поэтому будем рады подключить наших коллег, партнеров, сетевого взаимодействия. И не только студентов, но и преподавателей. Когда стал вопрос, как наши преподаватели быстрее учить дистанционным технологиям, показывать возможности нашей системы, мы начали возникла идея им предложить бесплатно английский язык в этом формате. Вот. И в честь обучения английскому языку наши преподаватели очень активно осваивали нашу оболочку, все возможности. Мой преподаватель здесь актер. Он, казалось, при преподавании английского старался использовать все возможности. И через это многие преподаватели начали понимать, как грамотно можно использовать возможности оболочки интернет-понятий, вебинаров для обучения студентов по своим учебным дисциплинам. Вот. То есть тоже такой опосредственный вариант повышения квалификации по дистанционным технологиям. Мы хотели пригласить преподавателей других вузов, с кем мы будем работать, тоже бесплатно, безусловно, и так далее, вот, заниматься английским языком. Вот так. Наверное, мы уже в конце января, там, в феврале, в начале февраля предложим этот вариант. Когда определимся со студентами, определимся с преподавателями, то мы для них предложим вот такой вариант еще развития разговора языка. Здесь много ссылок есть. Можно посмотреть занятия, сайт, что он такой и так далее. Очень интересно, целеустремленное и так далее. Ну вот, одно из занятий, вот, как раз здесь актер находится, вот, и он ведет занятия по английскому языку. Хорошо совершенствовала, безусловно, проходил разные курсы еще, методика дистанционного обучения в Кембридже, вот, и здесь в России проходил, то есть много разных сертификатов, и, естественно, свободно облагаемый языком, потому что он получил свое образование на английском языке в Чикаго, в Англодеше. Вот наши преподаватели выступления делают, готовятся, выступают в рамках этой, ну и так далее. Еще одна идея, которую я хочу поделить, это подготовительная программа. Три года, мы уже больше трех лет активно занимаемся подготовительной программой для своих студентов. для своих абитуриентов. Мы поняли, спасибо, что мы хотим иметь мотивированных студентов, а сильные факультеты, это сильные студенты, прежде всего надо искать сильных студентов, а у нас целевой набор, 20 студентов, надо набрать каждый год, и эта задача непростая, из-за справок ИПР, мотивации и так далее. И мы в течение года пытаемся выискивать интересных, их им предлагают разные форматы сотрудничества, и это назвали подготовительной программой. Она состоит из нескольких частей. Она состоит, безусловно, из учебных занятий по вступительным испытаниям. Вот математика, биология, что вы здесь видите, русский язык и так далее. Вот. Мы можем объединить наши силы. И если в гуманитарный профиль не надо сдавать ЕГЭ, то то, что наши преподаватели ведут уже сейчас, по субботам, с 4 часов, по математике, наш любимый преподаватель, профессор Сороков Марина Геннадьевна, ведет уже математику. Вот. По всеверству вчера было занятие по биологии. Где-то по полтора часа. Вот. Но пока не хуже не будет. Мы подтягиваем своих абитуриентов, формируем так мотивацию к учебе, заодно мы смотрим, а кто из них может учиться, а кто вообще не приходит, игнорирует, записался, но не ходит и так далее. То есть те, которые наиболее мотивированы, посвящают занятия, выполняют задания, следовательно, будет легче работать при поступлении на нашего культе. То есть мы выискиваем мотивированных и так далее. Кроме того, формирование мотивации к высшему образованию это непростой, сложный, длительный процесс. То есть инвалидность. И не так, что каждый из них при школьном обучении планировал поступать в ВОЗ. После окончания школы, может быть, он когда-то созрел, прошло время, надо ему помочь подготовиться, уровень образования, преподаватель в высшей школе выше, чем в школе. Правильно, следовательно, психология школьного образования может мешать им. Поэтому мы и проводим, и будем рады, если кто-то предложит своих преподавателей, да, там у нас по русскому языку пока вакантное место, мы можем оплачивать, мы из гранта будем покрывать эти расходы, вот, но мы каждую неделю по полтора часа, вот у нас биология русский математика, приступить, мы уже начали, начинаем работать. Мы готовы подключать наших коллег, из партнеров вузов, да, мы будем рады подключиться, если у кого ЕГЭ хорошо разработана, с вечерней формы ЕГЭ, если нет, если инвалидность, СПО, да, следовательно, но ЕГЭ мы этим не занимаемся, тренировкой, но если у кого есть, то мы готовы тоже подключить своих абитуриентов. Ну вот, наши абитуриенты имеют возможность повышать свою инфраструктуру, здесь вообще отдельная тема, и надо ее обсуждать совместно, подготовка людей с инвалидностью, молодых людей к высшему образованию, формирование мотивации, и так далее. Это очень сложная задача, у меня базы веки, и все задачи намного, но очень мало людей посещают такие мероприятия. Мы им даем доступ к нашим образовательным ресурсам, они могут смотреть все наши трансляции, они могут приходить на наши мероприятия, и так далее. Но, к сожалению, не так часто они этим пользуются, и так далее. Но вот педагога принуждения имеет свои следы, и, к сожалению, уряд ли с них привыкли работать под балл. В дистанционном формате так нельзя. Среди нам мы должны заранее готовить к дистанционному формату, объяснять какие требования, повышать уровень самостоятельности, самостоятельности, психологическую готовность. И это очень интересно понять, как формировать эту готовность к высшему образованию, как и потом готовность к профессиональной деятельности. Мы кое-что делаем для своих студентов, проводим занятия в этом году, мы запланируем основы личностно-профессионального определения. Не самостоятельное определение, здесь мы ориентировались для всех абитуриентов и вузов-партнеров, членов нашего консорциума. Профессор Пряшникова, доктор психологических наук, Корифиев, российской системе образования по профессиональному самоопределению, по профориентации. Она такой цикл проведет для наших всех желающих и так далее. Поэтому, если у вас будут абитуриенты, мы готовы их подключать, мы готовы к месту искать, мы готовы распространять информацию в Москве о ваших образовательных программах, с кем мы работаем, с разными партнерами, коллегами. Мы ходим по многим конференциям, мы можем взять ваши буклетики и всем раздавать, как мы это делаем по своим программам и так далее. То есть мы можем делать рекламу наших образовательных программ по всей России в рамках своих зон воздействия, влияния и тому подобное, делать единую базу, рекламировать программы наших фузов-партнеров, рекомендовать их образовательные программы, ну и многое другое, подключать к каким-то совместным сетевым взаимодействиям для абитуриентов. Для своих студентов мы делаем такой курс «Психология как профессия». То есть мы говорим, кто такой психолог, зачем он нужен, чем он занимается и стоит ли заниматься психологией. Ну вот так. Поэтому абитуриентская программа тоже может быть стать предметом серьезного взаимодействия, даже вне рамок сетевого. То есть если, допустим, кто-то не успеет войти или не вошел, там по разным причинам, то мы можем в рамках подготовительной программам очень много чего сделаем. Я знаю, что в Челябинском гостином университете имеется огромный опыт по работе с абитуриентами, и нам этот опыт очень важен. И как работать? Здесь очень много психологических проблем. Я сам веду эту программу, общаюсь с абитуриентами, и вижу очень много каких-то сложностей, и даже не знаю иногда, что делать с этим, как быть. Вот так. Поэтому стоит объединять. Дальше следующая идея, о которой мы активно развиваемые хотели пригласить, это клуб общения студентов. Наши студенты в этом формате общаются. Сперва, когда 3 года мы на 20-й активно общались, сейчас немножко устали от общения. Они ждут новых студентов. Естественно, благородная цель свести студентов от разных вузов, чтобы они общались и в инклюзивном варианте. Этому был прекрасный пример. Мы делали совещание. Вот 30 декабря мы устроили такой вебинарчик новогодний. Вели наши выпускницы Ольга Качула, Марина Гурьева. Вот Ольга с проблемами передвижения закончила наш факультет. Бывает театр в клуб общения. Вот. Пригласили Деда Мороза, пригласили друзей из других вузов. Вот. И мы общались. Было очень прекрасно смотреть, когда студенты других вузов представляли свое хобби. С Владимирского университета Андрей представил свои фотографии, зимние фотографии, великолепные, очень интересные. Другие рукодельные дела. Это что-то, там, три часа длилась эта встреча. И мы хотели бы, чтобы наши студенты общались. Вне зависимости будем с этим взаимодействием сейчас, не будем, хотим, не хотим. Пусть студенты общаются, пусть они радуются жизнью, пусть они обмениваются своими впечатлениями, пусть они помогают жить друг другу. Здесь можно много разных тем обсуждать, приглашать интересных людей, людей с инвалидностью, которые достигли много чего в своей жизни. Вот. и могут быть примером для наших студентов, ну и тому подобное. Здесь песни паха на поле, и мы готовы подсоединять студентов, поэтому я догадываю, я писал в письмах, просто передать студентам, мы их ждем, мы хотели бы видеть и на пропитетических курсах и в клубе общения, будем рады сотрудничеству. 30 декабря есть у нас видеозапись, может кто-то успею посмотреть. Вот. встреча прошла очень интересно, 3 часа и там еще дальше можно было продолжать, но уже не хотели, мы уже было 11 вечера, разница в регионах, но вот фотографии Владимира и так далее. Ну и вот тому подобное. Поэтому я предлагаю как раз подключать наших студентов, кушать этого не будет, вот, каких-то особых затрат на это нет, правильно, пусть они общаются, пусть они дружат и так далее. Но мы хотим продолжить дружбу и в другом формате, где Александр Яковлевич есть в Миндель, заслуженный путешественник России, он сам скажет о возможном сотрудничестве между студентами, нашими возможными поездками и так далее. Среди других предложений, которые я на зубном порядке сейчас только назову, мы уже три года окружены в Пирковской галереи и наши студенты каждый месяц ходят на экскурсии туда. Очень интересные экскурсии, они адаптированы, руководить образовательных программ, в Нью-Йорке обозваем свою идею со стульчиками, берем стульчики, они купили стульчики, садимся перед картиной на 15 минут и внимательно изучаем. с февраля мы начинаем трансляцию этих занятий, этих экскурсий, у них есть программа открытого музея, мы используя наши технологии будем транслировать эти и мы хотим, чтобы наши коллеги из других вузов имели возможность что-же участвовать и видеть, если нет возможности приехать, не все могут даже в Москве на колясы, не всегда возможно такси и тому подобное поэтому нас будет цель кроме того по психологии мы разрабатываем программу и в феврале начнем проведение специальных занятий по психологии восприятия Третьяковской галереи встреча с художниками скульпторами и обсуждения как мы воспринимаем их труды скульптуры картины автопортреты а что они хотели выразить как они выражают эмоции переживания чувства то есть это очень важный интересный очень аспект инфекционный подход к образованию мы как психологи психологи должны иметь чувство от других людей через искусство мы должны у них тоже развивать эмпатию чувствование других и так далее мы в этом видим большой ресурс и вообще воздействие через бессознательные каналы через творческие порывы это очень эффективный способ для терапии людей с инвалидностью вот мы это будем дальше недавно коллеги из других вузов вот благодаря некоторой рассудке там то дело предложили из института физкультуры университета физкультуры провести шахматный турнир там даже компьютерные игры вот они специализируются этим там из кафедра мы давно хотели шахматный турнир делали первые попытки у меня на факультете была студентка которая этим активно занималась мы решили вернуться к идее шахматного тудей в интернет формате будем рады предложить нашего консорциума я сам люблю шахматы в школьное время играл сладости я сыграю уже через много лет и так далее вот логическое мышление наши студенты могли бы пройти шахматный турнир и так далее дальше нас интересует научно-исследовательская работа конференции научно-практические конференции недавно мы провели с выпускниками конференцию по выпускным работам вот это было 14 и 18 января мы хотим предложить для совместной работы проведения в апреле межвузовские научно-практические конференции в формате как мы находимся делаем презентацию выступаем обсуждаем разные вузы разные тематики ну и тому подобное и без записи наших проведенных можно будет подсмотреть но к этой идее нам хотелось вернуться вот буквально сегодня утром пришло сообщение от коллег как из миновщиков его коллеги предложили проводить вебинары с ведущими психологами из зарубежных ну вот видите у них есть хорошие связи отношения они говорят в этом формате в декабре мы провели такую встречу она очень хорошо прошла с ведущим одним из американских психологов он говорит мы можем сделать систему бесплатных таких вебинаров то есть видите уже наша совместная работа приносит плоды уже много разных предложений уже много разных интересных идей возникает и мы всегда будем рады эти идеи вместе продвигать двигаться вперед я хочу сказать что мы здесь выиграем все потому что это будет очень сильный толчок для нашего общего развития мы за полгода можем очень много выполнить мы за полгода можем приобрести колоссальный опыт вот да это напряженная жизнь это бессонная ночь а что делать вот мы сейчас начнем наших преподавателей доучивать работать в новом формате в этой системе вот у нас Елена Витальевна в первом году сидит вот будет предавать культурологию мы будем обсуждать как уже в этом формате Елена Витальевна проводит но мы там в деканате должны уже научиться работать вести форумы там ну и многое другое вот этот проект заставляет подходить по новому к решению многих вопросов мы тоже должны активно развиваться в своей основной технологии не только на кейс-ситуациях и так далее но и в деканате наших преподавателей вести вот и мы сами тоже будем активно двигаться вот так поэтому Александр Яковлевич наверное уже удержал я хотел именно социо-культурной реабилитации попросить а вот Александр Яковлевич Александр Яковлевич настоящий друг раньше работал в НИИ профессионального образования был заведующей лабораторией обучения детей с инвалидностью вот потом сократили институции и так далее заслуженный путешественник Александр Яковлевич активно занимается социализацией детей с инвалидностью больше 20 лет в Селикере устраивают больше 100 приезжают детей с инвалидностью и так далее вот и в палатках живут и общаются и мы с пашистых студентов 12 вывозили один раз и них 4 колясочники были в лесу представляете 10 дней вот ну благодаря Александру Яковлевич Александр Яковлевич вы нас слышите? да конечно Александр Яковлевич вы скажите про идеи отмена студентами совместными поездками вы можете выйти в выступающих и посмотрите там где час сверху выступит тогда ваш квадратик будет квадратик моего размера я не претендую нет удобнее будет куда мне зайти вот там где чат сверху есть выступит посмотрите там увидите над чатом выступит вот пока Александр Яковлевич будет выступать если у кого вопросы можете в чате можете задавать если микрофон работает можете писать на форуме на чате я буду следить можем сейчас еще немножко времени выделить на обсуждение я не вижу окошечка не вижу но наверное в нем необходимости нет да у меня окошечка просто такая опция выступит я ее не вижу ну хорошо единственное сверху не хватает черной квадратик так а меня не видно да не видно да ну вы знаете а я тебя хорошо верну ну мне простительно я на середине поэтому здесь темнота ну хорошо ничего страшного вы в середине в любом случае слышно да 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 слышно хорошо значит во первых я очень благодарен Бронису Броневичу что он меня постоянно держит в кругу своего общения потому что вы знаете иначе многие идеи просто повесли бы в воздухе значит что касается Селигера где мы принимаем студентов с инвалидностью причем маломобильных эта практика продолжается но до нее по всей видимости надо еще дожить лето впереди а сейчас вот мы здесь обустраиваем такую перевалочную базу чтобы тем кто приезжает на колясочках все таки было где дух перевести но идея которая возможно будет осуществлена в рамках проекта который ведет Бронис Броневич я полагаю что студенческие годы это время которое надо максимально продуктивно использовать для жизни изучения надо как можно больше путешествовать надо общаться со своими сверстниками из других регионов и много лет назад еще в советское время мы предложили программу межрегиональных обменов студенческих равноценными по составу группами в учебное время на принципах взаимозамещения то есть одна группа студентов из Москвы выезжает скажем во Владимир занимает места в общежитиях той группы владимирских студентов которые поехали в Москву и пять дней они слушают лекции других преподавателей они общаются со своими сверстниками они изучают город экскурсируют смотрят кстати говоря вопросы будущего трудоустройства возможного и кто сказал что надо только в Москву ехать иногда в регионах условия такие для трудовой деятельности которые Москва никогда не предложит вот у нас есть такая программа мне кажется она очень хорошо ложится на площадку консорциума потому что речь идет о том чтобы было создано такое общественное студенческое бюро которое будет практически обеспечивать все согласования по обменам сначала на общественных началах а потом возможно это будет на хозорасчетных условиях вот такая идея присутствует и когда дойдет время и будет уместно ее организовать на этой площадке ну я надеюсь что мы все это сделаем а пока при каждом удобном случае я надеюсь мы будем иметь возможность эту идею озвучивать говорить со студенческими сообществами консультироваться друг у друга и возможно все произойдет спасибо что выслушали спасибо ну и век что допустим во Владимире или где-то мы можем собраться из ряда вузов и там золотое кольцо 50 километров суздаль и может быть действительно проехать по золотому кольцу и делать свои вечера и с элементом может быть и конференции ну и так далее вы мне сказали про то что у голодец при голодец тут группа правительства да по туризму и молодежный туризм будет активно развиваться да пожалуйста скажите Александр Дякович да пожалуйста значит в прошлом году на правительственном уровне приняли как задание слова президента о том что молодежью надо заниматься они должны быть гражданской и патриотически воспитанной и должен для этого быть какой-то механизм какой-то формат в ноябре решив постановлением правительства создан совет координационный совет по детскому туризму но детский это общий употребимый термин в скобочках можем сказать образовательный юношеский молодежный студенческий и так далее вот создана такая комиссия совет он заседает один раз в 2-3 месяца было пока единственное заседание в декабре следующий будет в конце января потом в марте и вот в марте запланировано мое выступление один из вопросов будет тот который мы сейчас обсуждали чтобы у студентов была возможность путешествовать и кстати на правительственном уровне из уст Ольги Юрьевны голодец прозвучало в порядке вопроса напоминания следующая фраза что раньше студенты вузов могли ездить друг к другу в гости договариваться о том что в общежитиях переночевать точно так же школьники могли приезжать друг к другу и ночевать даже в спортивных залах и это было нормой и почему сейчас это не практикуется поэтому у нас есть надежды быть услышанными и возможно еще что-то полезное сделать а вам всем желаю хороших путешествий вот так видите какие идеи новые возникают и действительно идея нашего сетевого взаимодействия даст новый приток сил новую энергию новые мысли новые подходы мы можем очень много чего за этот год сделать я думаю я в этом уверен потому что сообщая нам легче делать допустим я сам на себе почувствовал что когда мы начали работать по этому гранту всем факультетам да у нас многие идеи которые у нас возникали раньше но не хватало энергии не хватало серьезного повода или где-то мы уже немножко устали вот и тому подумайте более что жизнь сегодня не очень простая да проблемы с финансированием по-душевым вот этот проект нам придал новой силы хочется сделать больше сделать интересно хочет сделать для всех вот и мы сейчас как бы на новом каком-то подъеме реализуем нашу программу и приглашаем к нашему сотрудничеству походу я здесь посылаю вам презентацию она объемная поэтому не уверен что она качественно дойдет вот можете попробовать сохранить у себя первую часть и вторую часть поэтому если сохраняется это хорошо если нет напишите я вам тогда ссылку сделаю закачаю яндекс диск и можно будет оттуда скачать ну хотел сейчас если у кого есть вопросы какие идеи я буду рад что мы вместе можем обсудить да и будем уже поэтапно завершать если у кого какие мысли идеи потом можно написать по нашему адресу да будем рады получить ваше сообщение идеи вторую часть я попытался послать мне факт что ну сейчас еще раз я попробую вторую часть это 40 мегабайтов могут быть проблемы вот поэтому если у кого есть какие идеи будем рады выслушивать будем выслушать будем рады обмениваться опытом сейчас на данной этапе нам важно завершить формирование вузов участников нашего судьбов взаимодействия которые мы обучать студентов должны начинать с начала февраля у нас осталось не так много времени на следующей неделе мы должны с российским обществом инвалидов согласовать списки с министерством образования субъекты в понедельник ну и так далее то есть сейчас этап согласования а с февраля учеба там уже мы будем семинары проводить вебинары для преподавателей как работать в этой системе смотреть график занятий ну и многое другое то есть нам нам предстоит большая работа это вот феврале в марте уже начнем над повышением квалификации серьезно заниматься и реализовывать проект на конце февраля у нас будет всероссийский семинар конференция инклюзивное образование с зоном обучения то есть много дел мы должны своих преподавателей обучить новым подходом новым технологиям наших коллег из других вузов в этом формате работают студенты из других вузов тоже должны научить работать с микрофонами гарнитурами для вебинаров чтобы это тоже большая работа сейчас пока формируется список он завершается но это еще непонятно как будут относиться наши студенты к такому варианту взаимодействия мы хотели начинать с клуба общения чтобы активно ознакомились общались между собой и таким образом формировать мотивацию к совместному обучению то есть походу мы будем уметь вопросом больше чем ответов это естественно мы их и не боимся вопросы нас вызывают чем другие задачи тем быстрее мы развиваемся вот за короткое время мы предотвращаем колоссальный опыт этот опыт который мы вместе можем приобрести сейчас он абсолютно новый такого варианта нигде нет вот кто первый начнет войдет в эту систему тот естественно будет продвигаться вперед и как я говорю что этот проект будет продвигать не только программы обучения людей с инвалидностью на этом опыте многие вузы будут приобретать опыт дистанционного обучения кто-то и хотел но к сожалению не всегда есть такая возможность площадкой и так далее здесь такая открытая площадка для того чтобы понять что такое дистанционные технологии вот и обучая студентов с инвалидностью можно очень быстро двигаться вперед по новым технологиям новым подходом мы будем очень много экспериментировать очень много обсуждать вводить новых технологий ну и тому подобное вот так если какие вопросы если какие замечания если есть можно в чате написать можно написать потом письмо садеон кппу сапак gmail.com по тем к которым к вам приходит сообщение мы всегда рады нашему статусу я хочу сказать что уже за тот короткий период поступило очень много интересных предложений вот из южного федерального университета и с УФИМа активно сотрудничаем и завтра в 12 у нас совещание на формате с вузами Башкирии вот они давно прорабатывают идею повышения квалификации и так далее сейчас объединив усилия мы можем сделать он много интересно да Александр Яковлевич я забыл сказать меня слышно меня слышно я забыл сказать я забыл сказать о том что мы летом у нас автопутешествия и мы будем и в Челябинске и в Екатеринбурге и во Владимире со студентами это все мы относим как бы в рамках проекта спасибо отлично вот видите как знаете как когда что-то делаешь даже не предлагаешь что дальше возникли это же и думать иногда такие неожиданные интересные главное дело вот главное не лениться главное двигаться вперед всегда придут новые люди интересные предложения это закон жизни вот и мы очень много поумеем за достаточно короткое время поэтому это консус те кто хочет быстро развиваться кто хочет уметь кто хочет осваивать вот к сожалению не все хотят ну жизнь и жизнь мы все разные ну что поделать вот кто-то может быть через год через два года где-то должны быть какие-то примеры и так далее мы можем быть мы рады сотрудничеству у нас будет много разных идей если нет идей я хочу тогда искренне поблагодарить за то что приняли участие вытерпели два часа моего практически монолога вот моя задача была как раз представить проект рассказать ведущие идеи я очень надеюсь на вот пропедитический блог меня как педагога он очень волнует я считаю его очень важным очень интересным и мы будем активно над этим двигаться я думаю когда мы вместе будем это делать у нас еще больше сил добавить желание это делать потом мы можем это все оформить прописать и сдать в уборники материалов в результате нашего взаимодействия чтобы все могли курсоваться главное открыто доброжелательное желание развивать и помогать друг другу если для кого наши студенты которые хотят учиться которые хотят быть умными но у них выбор небольшой у них возможностей не так много наша задача им помогать развиваться вместе двигаться вперед если не мы то кто правильно наш главный лозунг дружить с нами скучно не будет а помогая другим мы помогаем прежде всего себе и это не только красивые слова это действительно так к сожалению у нас в жизни иногда наоборот вот поэтому я предлагаю присоединиться к нашим лозунгам да и нашим главным принципам жизни помогая другим помогаешь себе это наблюдать смертью если нет вопросов то я благодарен где запись у нас будет я разошлю завтра утром особенно обращаюсь тем кто хочет подключиться но еще думает сомневается к сетевому обучению у нас остаются считанные дни вот здесь надо принимать решение быстро если желание к пропедитическим блокам повышение квалификации к семинарам время есть достаточно мы будем информировать здесь мы будем рады подключать но сейчас самое главное это нам набрать в принципе мы это набираем нам нужно включить те кто мотивирует и хотят активно развиваться окей если нет тогда я с вами прощаюсь всего наилучшего и до новых встреч всего наилучшего до свидания има 諸 то бы suc и на 싹